Приветствую вас дорогие друзья, с вами Евгений Мартынюк и сейчас мы с вами проведем небольшой урок на тему того, как договориться с собственником о продаже его недвижимости нашим уникальным способом, когда мы делим его недвижимость на студии и продаем в общую долевую собственность. Соответственно, начнем с того, что у нас есть глобально два вида собственников. Это может быть физическое лицо, которое самостоятельно продает свою квартиру, либо это может быть застройщик, который тоже, соответственно, продает свой объект недвижимости. Соответственно, примерно договоренности и с теми, и с теми собственниками одинаковыми, но все-таки есть небольшие отличия. То есть, когда вы приходите к застройщику, вы должны показать ему, что, во-первых, начнем с того, что вы приходите договориться о продаже неликвидного объекта, потому что если мы говорим о квартирах, то квартиры у нас, большинство квартир нам нужны именно на первых этажах. Это связано с тем, что есть определенные правила по поводу перепланировок, мокрых зон и так далее. Соответственно, если вы обратитесь сейчас к любому из застройщиков, то вы увидите такое, что, допустим, вы приходите к нему спрашивать, а что у вас есть свободное. И в большинстве мест вы увидите, что большинство свободных квартир, это как раз-таки трехкомнатные квартиры, больше всего, редко четырехкомнатные квартиры, именно на низких этажах. То есть, первый этаж, либо второй этаж, при условии, что там внизу, допустим, какое-то производственное помещение, магазин, аптека, либо что-то такое, оно является нежилым. Соответственно, человек, застройщик, представитель застройщика, менеджер, он понимает, что этот объект, в принципе, спросом не пользуется. Тут приходите вы с предложением, давайте мы ваш объект реализуем, все, что нам от вас нужно, это чтобы вы могли позволить нам показывать свой объект нашим клиентам. То есть, у нас есть своя база клиентов, они уже буквально на днях готовы прийти и, соответственно, ваш объект посмотреть, как только мы наберем троих человек, мы готовы выходить на сделку. Обычно на это уходит, можете сказать, что до месяца, по факту это так и есть. Соответственно, есть два способа, то есть, либо вас будут сопровождать на эти показы в дальнейшем, либо вам дадут ключи, если вы вызовете доверие у этого человека. У нас бывает и так, и так, большинство дают ключи. Соответственно, по договору, то есть, вам не обязательно заключать договор изначально, потому что иногда договор может спугнуть, то есть, человек вас первый раз видит, вы уже ему какую-то даете бумажку, давайте с вами что-то закручим, он может просто автоматически, ой, нет договора, ни один человек не любит договоров подписывать. Соответственно, вы можете договориться на словах, соответственно, потому что вы ничего не теряете, вы не вносите аванс на этот объект, все, что вы делаете, это рекламу, соответственно, приводите клиентов. Как только у вас, это уже будет другая тема. Соответственно, если вы договоритесь с лицом, то же самое. Он продает объект на низком этаже, вы к нему приходите, как правило, вы приходите к человеку, который уже давно не может свой объект продать, то есть, он уже продает его полгода, он продает его год. Такие квартиры обычным покупателям не очень интересны. Соответственно, вы должны понимать то, что вы идете с предложением, которое не только вам выгодно, а которое выгодно также и, соответственно, собственнику. Вы простой речью объясняете ситуацию, что вы хотите реализовать такой проект. Можете сказать, что вы, в редких случаях, люди договариваются следующим образом, что вы хотите купить себе студию, допустим, с друзьями. То есть, я буду владеть одной долей и вот еще там у меня есть друг, еще двоих нам нужно найти. То есть, это больше подход, допустим, к человеку, который сам собственник, физическое лицо. Вы можете не представляться какой-то компанией и делать это все не так официально. Соответственно, можете говорить, что вы компания, если она у вас есть, что вы ИП, ООО, неважно. Соответственно, представляете, что вы реализовали такие объекты. Можете сказать, что опыт есть и так далее. Соответственно, вызвать доверие. И то же самое. Вы берете ключи, либо этот собственник с вами уже потом реализует, показывает. Ну и, соответственно, сам договор уже заключается после того, как вы от своего клиента взяли первую бронь и тогда уже вы заключаете официальный договор и назначаете примерную дату сделки. Соответственно, самое главное, ребят, не бояться идти в эти переговоры. Ничего там страшного нет. Людям точно также нужно продать, так же, как и вам нужно заработать на этом большие деньги, миллионы. Соответственно, идите, не бойтесь, используйте наши стратегии и все у вас получится.